Мне очень нравится праздник Жатвы, и я хотел вот в праздник Жатвы прочитать один текст Священного Писания, который записан в книге Откровения. Я бы так назвал этот текст, это Откровение Жатвы, который получил Иоанн, когда он находился на острове Патмос. Она записана в книге Откровения, в 14 главе. Книга Откровения, 14 глава, я буду читать с 13 стиха. И услышал я голос с неба, говоривший мне, напиши, отныне блаженный мертвый умирающий в Господе. И ей говорит Дух, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. И взглянул я, и вот светлое облако, и на облаке сидит подобный Сыну Человеческому. На голове его золотой венец, и в руке его острый серп. И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела, и поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». Аминь. То, что праздник жатвы – это праздник благодарения, мы уже слышали, я думаю, это очень ценная мысль. Мы привыкаем к прописным истинам, но мы должны сделать акцент на это. Ведь на самом деле, когда мы говорим, что мы благодарим, если честно, откровенно, не всегда так в сердце. Оно должно быть действительно в сердце. И чтобы это было в сердце, мы должны понять нашу абсолютную зависимость от Господа. Что все, что Он сделал в плане плодов земли – это Он. Сеет один, другой поливает. А все – Бог, и мы от Него зависимы. На одном празднике жатвы я слышал историю. Один брат, старец, рассказал, что случай этот произошел когда-то в России. У одного крестьянина, верующий человек, жена верующая, уродился очень хороший урожай. Вот он смотрел уже, как колос колосился. И он жене говорит, ну, жена, в этом году будем есть хлеб вдоволь. Она говорит, ну, если Господь позволит. Он говорит, ну, слушай, я-то, сколько лет уже, я же крестьянин. Она говорит, ну, если Господь позволит. Вот он пожал уже эту пшеницу, знаете, амбары полные, зерна. Он говорит, ну, что я тебе говорил. Она говорит, если Господь позволит. Он смолол уже часть зерна, муку домой занес. Жена спекла ладьи там, блины какие-то. И вот он сел за стол уже, и он говорит, ну, жена, ну, что я тебе говорил. Она говорит, если Господь позволит. И в этот момент вдруг резко открывается дверь, заходят жандармы, называют его фамилию и говорят, ты, я, собирайся. И на 10 лет он попал в места заключения за веру в Господа. 10 лет прошло. И вот когда прошло 10 лет, жена его ждет, дома тоже. И вдруг слышит стук в дверь. Это было неожиданно. Она говорит, кто там? И оттуда голос. Если Господь позволит, это я. Нужно было такую школу пройти, чтобы понять вот эту абсолютную зависимость от Господа. Помните, в Нагорной проповеди Иисус Христос обратил внимание, слушайте, он говорит, посмотрите на птиц небесных. Ну, посмотрите, говорят. Они, говорят, не сеют. И они не жнут. И Отец небесный заботится о каждой из них. И потом, продолжая эту мысль, он говорит, вы не гораздо ли лучше каждой из них? То есть мы должны просто увидеть ситуацию глазами Господа, чтобы сердце действительно было переполнено особой благодарностью Господу. земля дала плод свой. В послушании Богу, вот те законы, которые Бог вложил во Вселенную, в послушании Богу пришел результат. И здесь сразу можно взять урок, что результат и наличие плода в нашей жизни будет, когда мы подчиним свою жизнь Господу и Его Слову. И это очень важно. Я не знаю, когда-нибудь вы задумывались над этим, братья и сестры, сколько продуктов человек съедает за свою жизнь. Недавно прочитал статистику, можно было и самому посчитать. Но в среднем, сейчас в среднем люди на земле живут 70 лет. Я вот когда прочитал, думал, ну слава Богу, наконец-то поняли, что в Библии правильно написано. Дни и лет жизни 70, при большей крепости 80. Так вот, за 70 лет в среднем человек съедает 50 тонн продуктов. И выпивает 42 тонны жидкости. А теперь давайте представим себе, если это поможет на 7,5 миллиардов людей, которые проживают на планете Земля. Вам когда-нибудь приходилось принимать, ну скажем, 100 гостей за раз? Хозяйки, подумайте. Вдруг неожиданно 100 человек приходят к вам на обед. Представьте себе, сколько людей Господь кормит. А если бы мы подумали бы о всех птицах, мы уже начали с этого, небесных, о всех животных, миллионы только видов животных, не говоря о количестве. И Господь заботится о всех, питает всех. И мы имеем хлеб. И в молитве Господне, Отче наш, записаны вот такие слова, о чем мы должны молиться. Хлеб наш насущный, дай нам на каждый день, на сей день. И если Господь дает, какая должна быть реакция? Это же несправедливо, если мы не выразим Ему свою благодарность, действительно, с глубины души. Я помню, как-то одна сестра делилась со мной, она говорит, брат, а вот что люди делают? Вот они, я вот слушаю, некоторые так красиво молятся, так хорошо молятся, а у меня вот уже не получается. Я смотрю, некоторые благодарят Бога, и вот у них прям слезы благодарности. И я, говорит, слышала, что, говорит, где-то на лице есть какие-то точки, если на них надавить, то слезы побегут. Говорит, вы, говорит, мне не подскажете, где эти точки? Это зависит от сердца. Я сказал, сестра, если у вас в сердце нет благодарности, тогда, когда все стоят и благодарят Бога, скажите, Боже, мне страшно, но в моем сердце нет благодарности. Прости меня, помилуй меня. От избытка сердца должны говорить уста. Как-то я попал в одно общество, тоже верующие люди, ну и там был перерыв такой, говорят, ну там, как говорят, ну, кофе попить можно и чай, там что-то еще к чаю. Ну и подошли сразу и начали, я, подождите, а вы что, не молитесь за пищу? И один из братьев мне говорит, а мы, говорит, все, что ниже доллара, за это мы не благодарим. И знаете, так больно стало на сердце. Я надеюсь, что среди нас нету таких братьев и сестры. В Писании написано, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте во славу Божию. Подумайте, когда вы пьете стакан воды, вы благодарите Господа? Ну это ж только стакан воды. Это же немного. Мы как-то с семьей, мне пришлось, поехали в больницу, жена моя немножко болела, нужно было на обследование отвезти. И я взял одну из дочерей, она была тогда совсем маленькая. И пока там все эти процедуры были, я мог немножко пройтись на улице, мы ждали супругу. Ну и дочка моя говорит, пап, возьми мне мороженое. Ну, хорошо. Мы выставили очередь, я ей взял мороженое. И пока я рассчитывался, она стоит и ждет меня. Ну я не знаю, сколько ей там было, еще в школу не ходила, ну может, шесть годиков. И я ей говорю, а народу много вокруг? Я говорю, ну кушай. И она, знаете, вот надо учиться у детей. И она громко говорит, пап, а мы же еще не молились. Я, знаете, первый момент растерялся так немножко, да, и люди все так смотрят. Я говорю, ну помолись, доча. Она закрыла глаза, сложила ручки, Господи, спасибо тебе, что папа купил мороженое. Освяти, благослови это мороженое. Аминь, говорит. Вы бы видели реакцию людей. Я думаю, что они потом еще в своих домах обсуждали, когда они кушали сытно жареное мясо и все остальное, и, может быть, делали это без молитвы. Это очень важно, братья и сестры. И иметь благодарное сердце. Как-то я попал в одну общину. Там у нас утром была одна специальная молитва. Я тоже там участвовал с маленькими детьми. И я заметил, что одна девочка очень интересно помолилась. Она как-то особо сердечно благодарила Бога. И в молитве она сказала такие слова. Благодарю тебя, Господи, что мы не нищие. Это было очень интересно тогда. Маленькая детка. И я потом поговорил с ней. Я говорю, а почему ты так молилась сейчас? Она говорит, сегодня утром, когда я посмотрела в окошко, у нас там недалеко мусорные баки стоят, я увидела, как один дяденька, говорит, там в полиэтиленовых пакетах вытаскивал, он говорит, отходы продуктов и кушал. Знаете, прошло немножко времени, до начала служения я в фойе встретился с ее отцом. Он не знал весь этот диалог, эту молитву. И я смотрю, он какой-то такой немножко унылый. Я говорю, а что ты такой мрачный? Он говорит, а что радоваться? Я говорю, знаешь, я только что молился своей дочерью. Он говорит, и что? Я говорю, и в молитве она сказала, Господи, благодарю Тебя, что мы не нищие. Знаете, он прям вздрогнул. Я увидел слезу на его глазах, и он сказал, тогда я согрешил. Это неправильно. Я хочу иметь другое сердце. Я хочу видеть вот Божие благословения, все, что Бог делает в моей жизни. Я думаю, мы часто привыкаем вот тем благам, благословениям, которые дает нам Господь, и как-то не обращаем на них внимания. Это как само собой разумеющее. Но это так важно, видеть вот эту благодеющую, заботящую руку Господа. Потому что в то время, когда мы имеем так много, имеем в таком изобилии, тысячи людей каждый день умирают от голода. И пусть Господь благословит нас, иметь действительно благодарное сердце. Праздник Жатвы, это был один из праздников, из трех праздников иудейских, на которые должны были являться все мужчины. Женщины могли это делать добровольно, и дети. А мужчины обязаны были являться. И они должны были являться не с пустыми руками, они должны что-то были нести в своих руках. И знаете, когда я читаю эту историю, мне так приятно, что на праздник, один из этих праздников, это был праздник Пасхи тоже. Когда, помните, родители Иисуса пошли на праздник, мне так приятно читать это место, что матерь Господа была с Иосифом, и Иисус, мальчик, там тоже был на празднике. Это ответственность мужчин. И когда мужчина правильно все делает в своей семье, тогда те, которые добровольно могут идти или не идти на праздник, с радостью идут на этот праздник. И для этого поклонение главы семьи, священника дома должно быть неформальным. Если мы действительно искренне благодарны и радуемся, то это вдохновляет и побуждает всю семью благодарить Господа. Пусть Бог благословит нас. Я хотел перейти к следующей мысли. Я хотел сказать, что праздник Жатвы это день подведения итогов. Можно сказать, подведение итогов духовной жизни. Очень много хороших песен мы слышали, стихотворений уже, свидетельств, Слово Божьего. Я хотел, вот просто, чтобы мы подумали. Знакомый текст. Наверное, да, он тут написан. Что человек посеет, то и пожнет. Ничего нового. Что вы ожидаете, братья и сестры, в конце своей жизни? Что вы ожидаете от своих детей? очень часто, когда мы молимся и родители приносят своих детей на благословение, у нас в дом молитвы, я задаю им вопрос, о чем бы вы хотели, чтобы мы помолились? что вы ожидаете в жизни вашего ребенка? И многие говорят, мы бы хотели, чтобы он был христианин или христианка, чтобы искренне покаялась. И я говорю, вот что вы посеете, то вы пожнете. Другого не может быть. Вот представьте себе, грядка, перекопали землю, удобрили, все сделали и ничего не посадили. Что вы ожидаете? Какой плод вы будете ожидать, если вы туда не положили ни одно семечко? Плевелы, конечно же. Ничего не может быть, не могут быть результаты. И поэтому это очень важно, быть участниками посева. мы должны сеять. И если мы не посеем, мы не пожнем. И мы должны сеять доброе семя. Я думаю, что очень много забот есть у родителей, чтобы их дети были не хуже, как у других. Может, это и неплохо, чтобы они были нарядно, красиво одеты, четыре банта, чтобы были там, да. Но знаете, я переживаю, что где-то перекосы бывают, что нету такой заботы особой, чтобы вот духовно семечко попадало на сердце ребенка. Можно ребенка без молитвы отправить в школу. Можно забыть или упустить вечерний семейный алтарь. Чем мы питаем своих детей духовно? Какие семена мы сеем? Если мы их не сеем, мы их не можем пожать? Если, допустим, я утром не почитал Слово Божие, что я ожидаю в этом дне от Господа? Если я не помолился, просто поленился, поспал, позволил себе, как говорят, а потом бегом на ходу «Господи, благослови, сохрани, помилуй, чтобы ничего не случилось». И потом, что мы ожидаем? Какие результаты? Что человек посеет, то и пожнет. И вы знаете, написано, сеющий неправду пожнет беду. Посеешь ветер, пожнешь бурю. Мы не можем ждать другого. Поэтому это так важно, что мы сеем в свое собственное сердце. Что мы сеем в сердца своих детей. Это огромная ответственность проповедников. Чтобы это были семена жизни, которые сеются на наших собраниях. Апостол Павел когда-то предупреждал Тимофея и говорит, настанет время, когда здравого учения принимать не будут. Люди охотнее будут слушать какие-нибудь басни. Служители слова будут непопулярны. И он говорит, заклинаю тебя Богом живым. Проповедуй слово. Проповедуй слово. Сила в слове. Сей слово. И оно взойдет. Никто не может видеть, мы сеяли, не сеяли сегодня. Никто не знает, наше усердие или отношение к Священному Писанию. Но знаете, в семени есть сила. И помните, Иисус привел притчу о сеятеле. И когда это семя упало на четыре категории почвы, мы бы могли сказать сердце человеческого. В зависимости от этого были результаты. Это так важно. Я помню, мама моей супруги рассказала такую нам одну историю своей жизни. Они жили тоже в частном доме. И говорит, она рассаду сажала в ящички там, на подоконниках, чтобы весной пораньше можно было высадить и быстрее был урожай. И говорит, смотрю, у меня такая хорошая рассада перца. Помидоры, вот рассада хорошая, перец так поднимается хорошо. А в одном ящике перец, ну такой, на вид не очень рассада. И вдруг приходит соседка и говорит ей, Оля, ее звали Ольга Васильевна, слушай, говорит, у меня нету рассады перца. У тебя нету одолжить. И знаете, она с болью нам рассказала эту историю, и она решила отдать худшее. Думаю, ну, у меня достаточно, эту хорошую себе оставлю рассада, а вот эти маленькие ей отдам. Она говорит, да, есть лишние. И она отдала ей вот эти небольшие рассады перца. Прошло, может быть, пару месяцев уже, и как-то соседка приходит и смотрит, а говорит, а где твой перец? Она говорит, не знаю, говорит, завязи нету. Она говорит, у меня, говорит, висит уже, говорит. Говорит, как? Она пошла, посмотрела, а у нее там такой перец уже висит на этих кустах. А потом соседка говорит, ну, когда я посмотрю твой перец? Приходит, говорит, так это же не перец, говорит, это же послен, говорит. Вы знаете, послен вырос быстро, а перец медленно рос. И она сама того не понимая, отдала лучшее, а худшее себе. И она говорила, вот что посеяла, то пожала. Урок. И дала нам это урок, детям рассказывала. И вы знаете, Писание говорит нам, мы читаем у пророка Оси, «Сейте себя в правду и пожнете милость, распахивайте себя на вину, ибо время взыскать Господа». Вы знаете, как мы жили или как мы живем, вот такую оценку мы и получим в конце жизни. И правду нашей жизни знает Бог. Он знает, какие мы на самом деле. Он знает, что в нашем сердце. И мне очень хотелось бы, чтобы мы не ослабели, братья и сестры. Своё время пожнём, если не ослабеем. Третий урок, на который я хотел обратить внимание, что жатва это как бы символ миссионерского служения. В целом, жатва есть кончина века. Но в Евангелии от Матфея, в 9 главе, Иисус Христос, написано, описано с 37 стиха, Он увидел толпы народа, которые были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря. И тогда Он обратился к ученикам своими и сказал, молите кого? Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Это очень важный урок. Вы знаете, можно было бы сказать так, состояние дела было плачевное. Много работы, а работать некому. Жатва созрела. Нужны жнецы, чтобы жатва не погибла в поле. И мы знаем это слово у пророков погибла жатва в поле. И это страшно. Я помню, у нас в Северном Казахстане произошел один случай, и уже зерно выросло, колосилось уже, и вот уже ждали этот момент, и вот как-то был такой период, что не было дождей, и так сухо, все было. И один человек, который вот эту картину наблюдал, откуда-то, говорит, появился огонь, и загорелось вот это пшеничное поле. Люди ничего не могли сделать. Такой был сильный огонь, и он валом буквально катился и все сжигал. Люди просто стояли и плакали. Погибла жатва в поле. братья и сестры, Иисус Христос господин жатвы. И он сегодня говорит нам в праздник жатвы, делатели мало, люди погибают. Речь идет даже не о зерне, речь идет о бессмертных душах. Нужны работники. Помните, есть такой текст, искал я у них человека, который поставил бы стену и стал бы в проломе за землю сию. Зачем? Чтобы не погубить ее. И не нашел. Какая боль, какая трагедия. Господин жатвы сегодня обращается к нам, спасенным людям, и он говорит, ситуация выглядит таким образом, много работы, а работников мало. Кто-то сказал, много деятелей, а вот делателей мало, которые на самом деле трудятся во имя Бога и из любви к Господу, которые имеют чувствование Христова, когда он увидел вот эту жатву, Христос Сын Божий, он жалился над ними. Вот иметь вот эти чувствования Христовы, плакать за этот погибающий мир и понимать, что Бог ждет от нас служения. И это очень наглядный урок. Сеющие и жнущие вместе радоваться будут. Один сеет, и другой жнет. Иногда мы входим в труд других людей, иногда мы сеем и не видим, как мы слышали в стихотворении, но потом кто-то пожнет. Все Бог. Я хотел сегодня сделать такой призыв каждому сердцу. Давайте подумаем, что мы делаем для Господа. Это так важно. Найдутся люди, которые будут нас даже отговаривать это делать. Мир нас никогда не поймет. Люди мира иногда задают вопрос, они говорят, почему вы это делаете? Они не понимают этого. Помните эту историю, когда Иисус перед входом в Иерусалим сказал ученикам своим, говорит, пойдите в близлежащее селение, там найдете молодого осла привязанного, отвязавшего его, приведите сюда. И если кто-нибудь скажет вам, почему вы это делаете, скажите о надобном Господу? Очень странно. Вот просто надобном Господу. Вы знаете, мир всегда будет задавать нам вопросы. Если мы будем служить Богу и трудиться для Бога, они будут нас спрашивать, почему вы это делаете? Они не понимают нас. Я помню, мы с братьями были в одной поездке по нашим Тургайским степям, это было лето, жара, 50 градусов, и мы в микроавтобусах там постоянно ночевали, мы уже третью неделю там были уставшие, грязные, и хотелось просто скупаться, там ни воды, ничего не было, и мы были в одной больнице, и мы там рассказывали людям о Господе. И вдруг один мужчина, когда такой был диалог, вопросы, ответы, он говорит, а почему вы это делаете? и он меня спрашивает, у тебя есть жена? Я говорю, есть. Ты ее, говорит, не любишь? Я говорю, люблю. А она тебя не любит? Я говорю, тоже любит. А почему ты здесь? мир никогда нас не поймет. Но у нас один ответ, так надобно Господу, он Господин жатвый. Иногда люди нам говорят, а вам что там, дают что-то? Я помню, как-то пошел на второе служение, кто-то из моих соседей говорит, Франц, ну не жили не можно один раз, или у вас там отмечают, был, не был, или у вас что-то дают там, вам что-то дают? Я говорю, нет, мы туда во Ване, вы еще и туда деньги несете, говорят, а почему вы это делаете? Люди не поймут нас. Но есть господин жатвый, который сказал, молите господина жатвы. И вы знаете, не все могут идти, кто-то может молиться, люди, те, кто постарше, сестры, братья, может быть, вы были в активном служении, и сейчас у вас нет уже этих сил. Что вы можете делать? Молите господина жатвы. Это ваше служение, чтобы он выслал делатели на Ниву свою. В мире много темных мест. Есть много людей, которые никогда еще не слышали о Христе. Есть люди, которые нужно принести Евангелие. Кто пойдет для Господа? Вот такова ситуация. Это сказал господин жатвы. Работы много, а делателей мало. Иногда некоторые изнемогают, а другие просто праздно проводят время. Пусть праздник жатвы побудет нас к активному служению, чтобы мы, проверяя свое сердце, были в труде сеять и бежать, но вместе радоваться будут. Если мы это будем делать во имя Бога, силой Господа, мы увидим результаты служения. Когда ситуация выглядит безнадежной или выглядит очень печальной, надо много молиться, чтобы многие стали в строй. я вспоминаю одну историю, она описана в книге «Несите вести о Христе», по-моему, не уверен, но рассказывает про одного миссионера, Освальд Смит описывает это в своей книге, который многие годы трудился миссионером в Индии. Он сам был с Англии и говорит, он уже был старый человек, уже ничего, кажется, не мог, и он вернулся на родину, чтобы призвать молодых людей на служение. И собрали аудиторию, там было сотни молодых людей. Этот убеленный сединой старец проповедовал, но, кажется, не было никакой реакции. Его сердце настолько переживало, что в момент, когда он проповедовал, говорил, звал людей на служение, никто не откликнулся, он просто потерял сознание, и он упал. И потом его привели в чувства, и он сказал, я должен закончить свою речь. И мы сказали, это рискованно для жизни, и он сказал, нет, я должен закончить свою речь. И когда этот убеленный сединой старец поддержимый с одной стороны, одним человеком, с другой стороны, врачом, вышел за кафедру, молодые люди невольно встали. И он сказал, когда королева Англии зовет людей на военную службу, находятся сотни молодых людей, когда Господь наш зовет тружеников на Ниву свою, нету никого. И он сказал, тогда я вернусь. Я вернусь, я уже не могу трудиться, я ляжу на берегу Ганга и умру там. И пусть народ Индии знает, что в Англии был по крайней мере один человек, который любил этот народ. Вы знаете, после этого многие сказали, я пойду, я пойду, я пойду. Мне бы так хотелось, чтобы мы сегодня услышали голос господина жатвы, делателей мало, нужны работники, виноградники нашего Господа. Я хотел еще обратить внимание на следующую мысль жатва. Это собрание верующих людей к Богу. И апостол Иоанн написал это, блаженны мертвые, умирающие в Господе, они успокоятся трудов своих, и дела их идут вслед за ними. это такое сильное слово. Дела не идут впереди, дела идут вслед за ними. Это говорит о том, что мы не делами спасаемся, но дела очень важны. Дела говорят о том, что эти люди умерли в Господе. Дела, которые идут вслед за этими людьми, вот это собрание верующих к Господу говорит о том, что в момент смерти они были во Христе. Они были в Боге, и поэтому они блаженны, умершие во Христе. Это собрание верующих людей к Богу. Кто-то через смерть кто-то через восхищение церкви. И апостол Павел так сильно и так с такой убедительностью об этом свидетельствует и говорит о том, что это время очень близко. И он говорит, что умершие не предупредят нас. Пригласе Архангела, трубе Божьей и возвещении мертвый во Христе воскреснут, потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем навстречу Господу в воздухе на облаках. И так всегда с Господом будем. И он заканчивает эту речь, говорит, утешайте друг друга этими словами. Они успокоятся от трудов своих. Я искренне желаю, чтобы никто не потерял этой уверенности. А если кто-то ее еще не имеет, приобрел ее в искренней молитве покаяния, потому что если мы не во Христе, мы не можем надеяться на какой-то случай, стечение обстоятельств, вдруг повезет. я помню у нас когда-то там, где я живу на одной шахте произошел сильный взрыв соединения газа метана с угольной пылью. Я там работал день до этого, я перевелся на другое предприятие, на другую шахту. Но это особый случай, и там погибло 101 человек. Это надо было видеть, в городе был траур. Кажется, с каждой улицы выносили кого-то. Я помню, когда я потом беседовал тоже с рабочими, работая на другой шахте, один мне говорит, Франц, я теперь буду за тобой наблюдать, если ты рассчитаешься, я сразу за тобой. Вы знаете, на шахте не погиб ни один верующий человек, это чудо было, как Бог сохранил всех наших братьев, которые там работали. А один помню, говорит, если будет восхищение церкви, как ты говоришь, я просто ухвачусь за твою ногу, и чтобы ты меня вытянул к небу. Я сказал, вы можете рассуждать как угодно, но кто Духа Христова не имеет, тот и не его. И счастливы те люди, которые пережили вот это духовное возрождение, и когда они слышат о том, что жатва есть кончина века, и это есть момент собирания, когда он соберет своих к себе, вы знаете, кто не имеет Духа Христова, тот и не его. Помню, один старец у нас так иллюстрировал эту картину, он себе так это представлял, и он сам был слепой, очень такой благословенный проповедник, Джетесаи, жил у нас Иван Яковлевич Фаст, и может кто-то помнит его из старшего поколения, он рассказывал все стихотворения такое, я не старею, вот душой не старел действительно, и он говорит, я представляю себе это так, вот на больших металлообрабатывающих цехах, предприятиях, вот есть мощные электромагниты стоят, и в конце рабочей смены, чтобы собрать вот эту металлическую стружку и отделить ее от всего остального мусора и хлама, эти электромагниты включают, и просто так, они так проезжают сверху над этим цехом, и все металлическое притягивается, кто не имеет Духа Христова, тот и не его, жатва это из собрания верующих людей к Богу и последнее жатва это конец мира или конец века, жатва есть кончина века, читаемый в Евангелии от Марка, это отделение святых от несвятых, это суд над нечестивыми, это разделяющий суд, когда пшеница будет отделена от плевелов, и я хотел закончить одной мыслью, помните, есть одна очень интересная притча, Евангелие от Матфея в 13 главе, Господь говорит, что Царство Небесное подобно человеку, который посеял доброе семя на поле своем, но он уснул, он не бодрствовал и пришел враг и посеял плевелы. Я хотел, братья и сестры, призвать нас к тому, чтобы нам бодрствовать. Мы живем в последнее время, скоро все будет пожато, жатва и скончина века, и Господь отделит святое от несвятого. Библия говорит, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Счастлив тот человек, который, веруя в Слово Божие, может радоваться и благодарить сегодня. Нету страха. Вы знаете, Христос, Он один может нас когда-то поставить пред Отцом Небесным без вины и без страха. Представьте себе эту картину. Я помню, как-то ехал поездом через одну из границ, там на Брестской границе, и там, когда мы подъехали к тому моменту, где должны были проверять у людей паспорта, документы, там пограничники появились с собаками, и люди смотрят, в окна, что такое, сейчас будут обнюхивать все вещи, у кого там наркотики, золото, или еще что-то, сейчас будут проверки. Я смотрю, люди засуетились, там кто-то что-то там с проводниками стал договариваться, там или еще волновались, некоторые там запаковали, сидели, дрожали, а я был спокоен. И знаете, как радовался? У меня не было наркотиков, у меня не было оружия, у меня не было ничего запрещенного, у меня не было страха. Я не боялся этих проверок. Вы знаете, счастлив тот человек, у которого чистое сердце. Может быть, сегодня ночью кто-то из нас будет пожат. Мы же не знаем, правда же? Вот так быстро может закончиться наша жизнь. Можете ли вы верить, что вы будете пожаты для вечности с Господом? Это так важно. Жатва и скончина века. Когда все будет обнаружено. Есть плоды, которые обнаруживает осень. Оно не видно, оно в земле. Но это очень важные плоды. Картошка, морковка, свекла. Оно в земле. Ботвы много. Иногда люди бывают разочарованы. Ожидали много, вышло мало. Пусть Бог благословит нас. Взять эти уроки. И хотел бы предложить, чтобы мы вместе с вами сейчас помолились. Кому что Бог положил на сердце. Давайте возьмем время, склонимся и помолимся. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok